За три года жизни в аэропорту Андрей Усик научился быть максимально незаметным. Его дом в зале ожидания, за баррикадой из тележек и зонта цвета хаки. Из Борисполя Усик уже давно не выходит. Говорит, идти ему просто некуда. Более 20 лет украинец прожил в США. В бумажнике водительские права и ворох документов на английском. На родину Усик вернулся лишь в 2008-м в связи со смертью матери. В Киеве он обнаружил, что его квартира отошла с сиделки. По его словам, нелегально. Так Усик оказался на улице. Если человек попадает в такие обстоятельства, беднеет, превращается, как здесь говорят, в бомжа, то власти должны немедленно взяться за дело, начать расследование, восстановить паспорт, обеспечить жилье и пособие, сделать все, чтобы человек вернулся обратно в общество. Но от властей, говорит Усик, помощи он так и не дождался. Украинец уехал на заработки в Польшу, но и там не сложилось. В октябре 2013-го его депортировали. С тех пор Усик живет в аэропорту. Представители Борисполя говорят, что выселять мужчину не собираются. Закон он не нарушает и никого не беспокоит. А мы, как авиационное предприятие, никак не можем лишать его права находиться в общественном месте. Сотрудники аэропорта стараются помогать Усику, рассказывает официант одного из кафе. Мужчина приходит, просит воды. А мы что, должны говорить ему нет? Когда вода с сахаром, это, возможно, единственное, что он пьет. Это было бы не по-человечески. По словам официанта, обосновавшемуся в терминале мужчине предлагали работу в аэропорту. Но он отказался. Сам Усик говорит, что оставаться на Украине не хочет. Я хочу жить в католической англоговорящей стране. Хочу ходить в католическую церковь по воскресеньям. Хочу вести дела с теми, кто говорит по-английски. Я хочу быть защищенным от работающих на государство маньяков и садистов. В Украине я такие условия создать не могу. Ну и уехать из страны без денег и необходимых документов Усик тоже не может. Поэтому все, что ему остается, это продолжать жить в аэропорту и провожать взглядом улетающие самолеты.